Я хочу на эту сцену пригласить тех, значит, молодых людей, которые очень быстро стартанули в компанию. И знаете, что самое интересное? Они шли навстречу просто, чтобы отказать. Они шли навстречу, такие, ну ладно, позвонили друзья, как-то неудобно, пойдем, послушаем часик, попьем кофе, скажем нет и пойдем дальше по своим делам. Представляете? Бывало такое с вами? Случалось? Да. И за первые 8 регионов сейчас у них в команде, но за первый месяц они, когда шли навстречу, сказать нет, но в итоге начали заниматься бизнесом, заработали более полутора миллионов рублей. Ребята, которые к нам приехали из теплого региона, из Геленджика, партнеры компании Global Intellect Service в статусе региональные менеджеры Оксана Овезова, Андрей Борисов. Ребята, поднимайтесь к нам! Всем привет! Доброго дня! Рады видеть вас всех! Да, мы волнуемся! Мы из Геленджика, на самом деле из Геленджика мы только 5 лет, вообще мы из Темерова, из Темерской области, из города Темерова. Да, вот и сразу будем хвастаться, да, у нас за первый месяц сотрудничество с компанией, чек был 1,660,000 рублей. Да, сегодня нам подарили вот такие вот замечательные значки. И мы всего 7 месяцев в бизнесе сейчас, на данный момент. У нас за это время 12 личных партнеров и 40 партнеров в команде. И вот сейчас слайдик, хочется прям показать его. Так получилось, что и у меня, и у Оксаны всегда жизнь про пользу. То есть мы всегда делаем что-то, что приносит людям пользу, сами в принципе того намеренно не выбираем. Я по профессии повар-кондитер, какой кому это знаком будет, и персональный тренер. Оксана стилист, эксперт по естественному омоложению, и юридический диплом у нее есть красный. Но она его тоже променяла на бьюти, на красотон. Короче, мы про пользу. И здесь мы тоже по-любому про пользу, да, потому что сложно поспорить, что UDS не имеет вот этой замечательной картинки до-после. То есть фитнес до-после, бьюти до-после. И UDS однозначно это то направление, которое продолжило вот эту нашу карьеру, когда мы работаем на результат до и после, в принципе во всех направлениях. Сейчас я предлагаю вам немножко уйти в 2016 год. Я сейчас расскажу, с чего вообще у нас все это начиналось. Так, вот слайдик. Ну, это фитнес-клуб, город Кемерово. Я работал там фитнес-тренером, Оксана пришла туда позаниматься. С этого, собственно, все и началось. Но это не только история любви такая, мы сразу поняли, что мы команда. То есть мы круто дополняем друг друга, мы поняли, что нам интересно очень двигаться в одном направлении. И пошло дальше, мы стали очень быстро обрастать командой. То есть мы начали проводить открытые тренировки. В городе Кемерово, в Москве, в Новосибирске, в Новокринецке, везде, где мы были, мы проводили вот такие занятия, где все могли позаниматься здоровым образом жизни. И это тоже продвигало, в принципе, одну из тем, которыми мы тогда занимались. Но через какое-то время нам начали поступать заявки. Все начали спрашивать. Помогите нам похудеть, помогите нам набрать мышечную массу. Но это было по всей России, по всему миру. И тогда нам пришла идея, она уже у нас зрела, создать наш проект онлайн-марафон, фитнес и бьюти-марафон. И, собственно говоря, на этом моменте к нам присоединилось огромное количество людей со всей России, со всего мира. Даже королевство Бахрейн, я не знал, что такое существует, но они оказались тоже вокруг нас. И, собственно говоря, вообще про что я сейчас говорю, зачем я это рассказываю. А сейчас починю, сори, Оксана расскажет, я печенькой ее просто называю. Палишь контору. Да. Чего? Палишь контору. Вот смотри, видишь? Я тебе табло показываю, да? Мы просто разделили с Андреем время. Я постараюсь сейчас быстро уложиться за оставшееся. Да, как Тарас сказал, мы как раз те люди, которые шли сказать нет. Нет, ну было много на это причин, нет и все. Но когда нам показали продукт, показали идею этого бизнеса, мы не смогли просто сказать нет. Да, и, конечно, с этого все началось. Мы сказали да и начали разбираться. Что, естественно, мы начали делать? Так как у нас уже была сформирована привычка масштабироваться, да, мы уже ушли в разные регионы, в разные страны со своим фитнес-проектом, бьюти. И, соответственно, здесь мы тоже приняли решение, что мы сразу уйдем в масштабы, да, сразу в разные регионы пойдем, такие как спрут, да, надо все сразу захватить. Вот. Естественно, пошли. Успешно, скажем так, пошли, да. У нас сейчас команда в восьми регионах России и в Германии. И, кстати, здесь сегодня присутствуют партнеры с Германией. Я очень хочу, чтобы вы поаплодировали. Галь, тебе аплодисменты. И вообще эти аплодисменты всем тем, кто долго добирается, летит, едет, да, много меняет локаций. Вот. Тяжелый такой путь. И вот у нее из Германии тоже был такой путь. И мы очень рады, что она сегодня здесь. Как делали? Всегда нам задают такой вопрос, а как вы делали? Да, мы очень быстро залетели, скажем так, да, в компанию. Вот, стремительно. И мы сами, наверное, еще опомниться не успели, как через две недели у нас уже был статус РМ. Вот. Партнеры. И, соответственно, первое, о чем мы с Андреем договорились, так как он говорит, да, что мы команда внутри нашей семьи. И мы сразу с ним договорились, что весь наш опыт, который уже есть, накоплен. Но у меня 18 лет партнерки с лидерским уровнем. И я понимала, что этот опыт, он здесь ни к чему, да, потому что другой продукт, другая идея. И мы решили сразу, мы корону свою снимаем, да, на какое-то время. Ну, может быть, навсегда. Снимем корону. И будем слушать кураторов, потому что смысла не было изобретать велосипед, так как мы очень ленивые люди. Мы всегда об этом говорим. Мы самые ленивые. Вот особенно я, я очень ленивый такой человек. Ну, ленивый, хитрый, можно сказать, да. Мы не видели смысла что-то изобретать. Вот велосипед, крути педаль и едь. Все очень просто. Тратить на это время его просто, ну, я считаю, что ни к чему это. Таким образом мы пошли двигаться, и мероприятия, очень хочется сказать о них, потому что буквально через недельки-полторы, как мы пришли в бизнес, был бизнес, как Day, UDIS Day, да, забыла название. Вот. Полторы недели, и у нас на это мероприятие тогда мы пригласили семь гостей. Из этих семи гостей пять человек стали нашими VIP-партнерами. Буквально вот сразу после мероприятия. Вот это силы мероприятий, да, когда кто-то, может быть, две остановки сюда не доехал, да, кто-то издалека не приехал по разным причинам. Но вот эту силу мероприятий мы знаем давно, и мы знаем, как с ними работать. Дальше у нас после этого примерно через месяц, ну, плюс-минус, был день рождения компании, мы были тоже здесь в этом же зале. С нами тогда приехало тоже 20 человек на это мероприятие. И как раз у нас после дня рождения компании в августе родился наш первенец, наш первый РМ. Вот. Это тоже было очень интересно, очень здорово, очень эмоционально все это проходило. Ну и на слайдах вы видите, да, что буквально вот то мероприятие, которое будет завтра, на котором мы тоже будем, который будет в Ридс-Карлтон, вот мы как раз на этом мероприятии стоим на сцене, уже рассказываем свою историю. А мы на секундочку полтора месяца примерно в бизнесе в этот момент. У нас и факапы были. Да, у нас были факапы. Факап, хочу рассказать, такое, ну, это мы сейчас тоже делимся, знаете, наверное, чем-то таким сокровенным. И, наверное, тем, о чем неохота говорить на большую аудиторию, но, тем не менее, наверное, поделиться этим надо, чтобы кто-то из вас, может быть, тоже, да, избежит таких ошибок. Как у нас было? Мы решили, что если мы быстро залетели в бизнес, мы очень хотели заработать, мы очень хотели быстро быть примером для своей команды, да, показать, что здесь есть доход, что можно быстро собрать команду, двигаться вперед, да. И мы в тот момент почему-то посчитали, хотя знаем, что это не так, но мы почему-то решили, что все наши партнеры, они тоже так хотят, что они тоже готовы к такой скорости, да, готовы к такому движению, что они вот так же, как мы, да, то есть мы синхронны в этом плане. Но на самом деле все оказалось не так. Тогда два месяца, да, мы проработали с командой, и в тот момент был какой-то, наверное, внутренний у нас провал такой, потому что это надо было прожить и принять. И в тот момент мы поняли, что у каждого свой срок, у каждого свои цели, свои решения. Их нужно уважать, понимать, принимать, да, чувствовать. И да, спасибо вам большое. И обращая внимание вот на это, то есть не каждый человек хочет сразу заработать много денег, не каждый партнер хочет двигаться в каком-то в твоем темпе, да, не каждый партнер готов иметь сразу большую команду и везти ее куда-то. То есть вот эти все моменты нам надо было учитывать, нам на это понадобилось два месяца. И в этот момент знаете, что мы сделали? Мы провалились в плане личных встреч. И вот после этого мы сделали такой вывод, что самое главное всегда нужно работать на первую линию, да, и всегда приглашать партнеров на свою первую линию в бизнес. И тогда вообще все будет хорошо, всегда. Тем более, что сейчас появился такой классный бонус, да, который нам вчера презентовал Вячеслав Ушенин. Работай не хочу, забирай не хочу. В общем так, и мы теперь тоже стоим на приложении с нашим марафоном. Кто желает стройность, пожалуйста. Мы всем будем рады, потому что уже много партнеров из компании, да, они у нас уже марафон проходят и прошли. Вот, поэтому будем рады вас видеть. И просто хочется сказать, озвучить, наверное, такую фразу, идут за тем, кто идет. Это действительно очень глубокая такая мысль. Когда ты двигаешься, за тобой будут идти. Если ты стоишь на месте, идти некуда, не за кем, да. И вот это мы для себя в первую очередь очень хорошо понимаем. Это не значит, что я сейчас кому-то из вас это говорю. Я это говорю в первую очередь сама себе. Мы сами себе говорим эту фразу всегда. Если ты хочешь, чтобы за тобой шли, нужно просто двигаться и идти вперед. Спасибо вам большое. Да, аплодисменты ребятам. Так, так.